Вот посмотрите, какие они уже. Туда-сюда я их начну рубить. Чем они сейчас питаются? В загоне они у нас находятся, видите, как под крышей. Загончик у нас, конечно, чисто по-деревенски. Но это не важно. Главное, чтобы был результат. Листики мягенькие. И они едят ее бесконечно. А с вермишелью и с утрубями можно чисто вообще сэкономить. На утрубе все-таки дешевые. Комбикорм я сейчас не даю. Все, уже они едят прекрасно овес, пшеницу, ячмень. Размол не даю, рассыпают. Это вот прекрасно они едят. Вот я говорю, на чем я сейчас догоняю. Это вот на свекольной ботве молодой. Доброе утро. Сегодня поговорим о броллере. Вот это Рост 308. Там у меня есть ролики, когда они углуплялись, когда они закладывались. Вот эти вот последние броллеры, которые я вывела в этом году, они вывелились у нас в июле. Вот посмотрите, какие они уже. Туда-сюда я их начну рубить. Чем они сейчас питаются? В загоне они у нас находятся, видите, как под крышей. Загончик у нас, конечно, чисто по-деревенски. Но это не важно. Главное, чтобы был результат. Потому что все не успеваем помаленьку делать. Но помаленьку делаем и шевелимся. Так, что сейчас в нашей броли? Они у нас на опилке чистятся, конечно, каждый день, потому что какают они очень сильно. Что мы сейчас едим? Сейчас у нас свекла, свекольник, у нас также размол. Здесь кукуруза, пшеница, ячмень, овес в размоле, отруби, чтобы все это соединить. И я покупала спагетти. Спагетти покупала по 28 рублей. У нас там со скидкой были в магазине, где комбикорма. И вот они прекрасно поедают этих червячков. Они на вермишеле очень быстро набирают свой вес. Комбикорм я уже все не даю. Так, а свекольник у меня получился в этом году совсем молоденький. Видите листики молоденькие? Я вытащила лук и просто-просто случайно, просто случайно, у меня в горчице оказалась свекла кормовая, потому что ее всегда покупаешь большой мешок, а столько ее не надо. Она же многоростковая и получается много. И я вместе с этой горчицей посадила свеклу. Я сейчас вам покажу, какая она в этот период. Сейчас сентябрь, 11 сентября. Какое я достигла? Это просто случайно, но это очень шикарный вариант. Они ее поглощают. Просто в утрубе через каждые полчаса ее листики мягенькие, и они едят ее бесконечно. А с вермишелью и с утрубями можно чисто вообще сэкономить. На утрубе все-таки дешевые. Можно зерна смесь мы сами делаем. Они прекрасно поедают. И вот я им сейчас усиленно, вот уже вторую неделю, вот поели, сделала, поели, сделала. Мне надо нагнать им массу, чтобы они чуть подросли, потому что сейчас начнутся уже холода, дожди. Начнется сырость. Эта птица теплолюбивая. Все-таки они выведены для помещений птица, а не для такого уличного содержания. Им станет холодно, они начнут терять массы. И поэтому в ближайшее время мы вот их сейчас докармливаем и начнем их постепенно убирать, закладывать в морозильную камеру. Эти птички уже будут дожидаться Нового года у нас. Каких лишних мы, конечно, если нам много будет, мы продадим, чтобы окупить свое яйцо, свои затраты, ну и в конце концов свой труб. Так что вот такие бройлеры у меня получились. В этом году очень хорошие бройлеры. В том году я только пробовала их вот эти. Это вот чешское яйцо, РОС-308. Были и кобы, там чуть-чуть у меня прямо несколько штучек, но тоже хорошие. Вот как видите, ни один не умер. Вот за весь сезон, который я в этом году уводила. Ни у девчат, которым я продавала, мы с ними созваниваемся, работаем вместе. Ни один бройлер не пострадал. И вот у меня сколько вывелись, только все, все живые, как видите. Никто не болеет у нас, все кушают. Ну вот так смотрите. Нам очень нравится. И мы вот как можем, вот тыква, тыкву они тоже едят, я разрезаю. Мы как можем, чтобы они постоянно ели. Птица должна постоянно есть. Если вы птицу ращиваете на мясо, надо действительно вкладывать в нее, вкладывать и вкладывать. И чтобы не вкладывать комбикорм, потому что это получается то же самое, что вы купили в магазине, мы сажаем все сами. Свекольника сажаем много, каждый год. Он идет к королям. И зимой обыкновенным курочкам. А сейчас вот они поедают листья свекольника. Видите, они сейчас поедят, поспят, попьют. Вот ихняя вся работа. Ихняя работа сейчас есть спать. Ну вот смотрите, вот этот петька весит живым весом. Вот сейчас мы взвешивали 4 килограмма. Там с хвостиком. Им где-то, точно не помню, но 2 с копейками, потому что мы их вывели где-то в июне, август, еще сентябрь только начался. Комбикорм я сейчас не даю. Все, уже они едят прекрасно овес, пшеницу, ячмень. Раз, мол, не даю, рассыпают. А вот прекрасно они едят. Вот я говорю, на чем я сейчас догоняю. Это вот на свекольной боте молодой, на вермишеле вот с фагетти. Роллтон не покупаю. Там слишком много стало химии в Роллтоне. Видите, какой зуб наел. Ты сейчас пойдешь, пойдешь. Так, больше догонять дальше. Мы не догоняем, потому что мясо становится жестче. Многие догоняют до 5 килограмм. Нет, я не догоняю до 5 килограмм. Считаю это дальше нерентабельным, потому что корма они поглощают, начинают больше. Сейчас травка кончится, зелень кончится. Придется кормить на комбикорме. Мне это не нравится. Я как только могу, уменьшаю свои затраты, чтобы мясо было еще и чистое, экологически. На травке все-таки оно вкуснее, как раньше. Вот эти Броллеры также едят траву. Любят они горчицу. Я им рву горчицу. Так что вот смотрите, вот таких Броллеров мы получили. У него даже нереально удержать. Сиди, Петя, сейчас пойдешь, голодная вечная. Видите, не могу. Ну вот так, туда-сюда они пойдут на собой. Мы их уберем. Я покажу, как мы ощипываем их, потому что много, когда мы начинали, мы спробовали очень много способов ощипывания наших вернатых. Да, Петя? Самое легко, конечно, щипится индюк. Самый тяжелый это гусь с уткой. Очень тяжелый. Ну вот эти, конечно, легко щипятся, потому что у них половина перышков нету. Кузичко у них хрустое. Ну вот. Так что мы покажем все, как это делаем. И вы, пожалуйста, смотрите, задавайте вопросы. В следующем видео мы вам покажем, расскажем о индюках. Вот смотрите, какая сказка у меня ходит по огороду сейчас. Вася, какие красивые у меня получились. Мы их сами выводим. Там уже есть видео, как они закладывались, как выводились. Сейчас туда-сюда тоже они будут готовиться к забою, потому что, опять же, я говорю, наступит холода, птица начнет терять веси. Вот. Вот смотрите, какие у нас красавцы получились. Видите, как они распушаются. Да, 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 мой хороший. Да. Позирует. Да. Да. Что? И вам надо. Ну так что смотрите, в следующем видео вы увидите разговор о индюках. Это благородная, красивая птица, в которой очень много вкусного диетического мяса. Ну смотрите, подписывайтесь. Жду ваших вопросов, ваших новых тем, которые мы по возможности сможем снять и показать вам. Вот смотрите, какой у меня Вася. Вася красивый. Сейчас пойдешь, пойдешь, да, да. Сейчас пойдешь. Не хочет, видите. Не хочет он. Ух ты. Нет, он артоповский уже. О, видите, на солнышке им хорошо. Они сейчас греются, пока погода способствует. Ну ладно. До свидания. Ждите новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok